Музыка Внутри создается два пространства основных, это залы, в которых будут проходить выставки, какие-то мероприятия. Все комфортабельно, именно по нормам сделано, делаются санузлы для инвалидов, есть возможность заезда маломобильным группам населения, все вещи по нормам выполняются. Происходит утепление дополнительное и может функционировать это здание как полноценное. Доступность в буря? Да. Самое главное, утепление, вентиляция, рекуперация, экономия электричества, все по современным нормам требованиям. Это будет конференц-зал, а там правооручий выставковый зал и конференц-зал будет. И часть, середина нашего помещения, это будет службовое помещение. Сегодня у нас еще три объекта, которые потребуют реконструкции, это Дубской городе, комора и дом управления, который находится на территории мемориального комплекса. На все эти три объекта подготовлена проектная документация. Мы имеем надежды, что это будет, мы получим новую комору, которая отреставируется и будем работать в этой коморе, потому что она нам нужна в край. У нас не хватает площадь, которую можно использовать для проведения заходов, интерактивных программ, фестивалей, мастер-классов, конференций и так далее. В рамках проекта реставрации предоставляется установление сучасной котельной с энергоэффективным обладнанием, сучасным обладнанием для транспортного тепла до комори, а также до самого музея и администрации музея, с установлением эффективного обладнания для опаления и вентиляции амбара, комори и проведением всех энергоэффективных технологий. Предоставляется реставрация протягом двух лет. Редактор субтитров А.Семкин